Я, человек, дочь Бога Живого Творца, живая женщина, гражданка Союза Советских Социалистических Республик и законная наследница его, одна из народа, изобличаю ложь пиратов о СССР, о распаде СССР, азм есть, изъявляю и провозглашаю всей Вселенной и всему миру, азм есть в современном звучании я, Я, человек, живая женщина, советская гражданка, которая не выходила из гражданства СССР и не принимала никакого другого гражданства, как одна из советского народа, провозглашаю свою волю. Я и весь мой род и весь советский народ являемся сувереном и наследником всех богатств Советского Союза, всех недр, полезных ископаемых, всего блага от их использования. Я и весь советский народ суверен, являемся наследниками всех достижений Союза Советских Социалистических Республик, во всех областях и сферах, как бы они ни назывались, сегодня в юридическом поле и международных документах, науке, технике, культуре, всех производств и во всех областях. Видео является ознакомительным и моим субъективным собственным мнением. У меня отсутствует цель кого-то унизить или оскорбить чувства верующих, особенно верующих, пиратов и их честные глаза. Вся информация взята из открытых источников сети интернет. Статья 29 проекта Конституции РФ гарантирует каждому свободу мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Благодарю всех, кто поддерживает мой канал комментариями, репостами и материально. Тема видео «Праздник советской космонавтики, 12 апреля и круглая дата 60 лет со дня первого полета человека в космос». Обратите внимание, человек полетел в космос. Человек, а не физлицо. 12 апреля 1961 года Советский Союз осуществил запуск космического корабля с человеком на борту. Первым человеком, полетевшим в космос впервые в нашей цивилизации после 1860 года, стал советский гражданин Юрий Алексеевич Гагарин. Весь советский народ служил этой цели, трудился на заводах, конструкторских бюро, на полях Родины. И Советский Союз показал всему миру, на что способна советская власть трудящихся, объединенные одной общей идеей – созидания. Но это очень напугало эффективных менеджеров. Я бы в условиях пиратского захвата советской собственности и обмана народа не стала бы делать фильм на тему первого полета в космос Юрия Гагарина. Но все неспроста. И было указание мне, инфополе, поведать вам одну историю. Началось все с нашей прогулки по допотопной Москве 10 апреля 1921 года в Крутицкое подворье. Там в разное время были разные службы, были казармы, была тюрьма, была гауптвахта, в которой какое-то время даже провел и Юрий Алексеевич Гагарин, будущий человек мира. Это был первый знак. Ну, интересно, ну и что? Следующий знак была статья 11 апреля 2021 года, за которую случайно зацепился глаз. Но, как известно, случайностей не бывает. А статья называется «На сайте газета.ру космонавт рассказал об упущенной возможности спасти Бодрова от гибели». Автор Александр Лисицына. Статья напечатана 9 апреля 2021 года, 18.00. Ссылку я оставлять не буду, нет смысла. Ссылки под моими видео бьют. Поэтому по названию статьи можете найти, а я показываю в видеоформате. Итак, читаю. Космонавт, депутат Госдумы России Александр Самокутяев в интервью МК.ру рассказал об упущенной возможности спасти съемочную группу актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего. 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье в Северной Осетии сошел ледник «Колка», в результате чего погибли и пропали без вести 125 человек. Как выяснилось, за месяц до этого дня космонавт Валерий Корзун с космической станции заметил странные изменения ледника и доложил на Землю. Пролетая по несколько раз над одним и тем же ледником, на очередном витке он вдруг обратил внимание на изменения. «Мне кажется, что ледник в Кармадоне имеет другую форму», – сообщил Корзун на Землю. Сделал на всякий случай фотографию этого ледника. «Никто не подумал тогда, насколько это изменение может оказаться важным», – сожалеет Самокутяев. В 2002 году Роскосмос не имел прямой связи между Центром управления полетами и МКС. Все фото и видеоматериалы космонавты пересылали в НАСА, в Хьюстон, где информацию копили, обрабатывали, а позже передавали в Россию. Информация Корзуна дошла до российских служб спасения, когда трагедия уже произошла. «Специалисты дали четкий ответ, что, узная они о сдвиге ледника раньше, несчастье можно было бы избежать», – говорит космонавт, добавляя, что тогда людей обязательно эвакуировали бы с местности. Ну вот, достаточно. На этом я споткнулась на двух фразах. Первое. В 2002 году Роскосмос не имел прямой связи между Центром управления полетами и МКС. Все фото и видеоматериалы космонавты пересылали в НАСА, в Хьюстон, где информацию копили, обрабатывали, а позже передавали в Россию. Итак, черным по-русски. Роскосмос не имел прямой связи с Центром управления полетами и МКС, Международная космическая станция. Это как же так? Там был тухлый совок, который осуществлял запуск первого в мире спутника, затем человека, а ныне не имел прямой связи. Орылым, как говорится, не вышли иметь прямую связь. Это первое. Вторая фраза. Специалисты дали четкий ответ, что, узнай они о сдвиге ледника раньше, несчастье можно было бы избежать, – говорит космонавт, добавляя, что тогда людей обязательно эвакуировали бы с местности. Здесь прозвучало публичное заявление космонавта и члена Госдумы. Фактически назвал виновных в гибели Бодрова и его группы. Это то, что Роскосмос не имел прямой связи, а связь шла через посредника НАСА. То есть потеря суверенитета является прямым следствием гибели Сергея Бодрова и его группы. Те, кто сдавал суверенитет страны, являются прямыми ответчиками и виновными по данному убийству. Помимо статьи об измене Родины, которую никто не отменял. О нет, эти ребята в рынок не вписали, скажет Рыжий, вот и попали под замес. Кратенько. От тухлого совка и пенсионерки разбираемся дальше. По пунктам. Если Советский Союз осуществил впервые космическую программу, первый вышел в космос, запустил первый в мире спутник, первый в мире удачный запуск человека, который вернулся живым и невредимым из полета, то есть Советский Союз и весь советский народ стал первым открывателем и правообладателем космических программ. Все дивиденды от последующих производств, технологий, которые были основаны на советских достижениях, принадлежат советскому народу и его потомкам и более никому. Точка. Для примера, закон о международном авторском праве. Справка. Международное авторское право – это совокупность норм, регулирующих общественные отношения между государствами, а также гражданами различных государств в сфере возникновения, использования и защиты прав авторов произведений, литературы, науки и искусства. Как правило, международное авторское право относит к отрасли международного частного права, так как субъектами авторских прав являются граждане и юридические лица, действующие в своем собственном интересе. По-простому нашему, если какой-нибудь Нобель-Шнобель что-то изобрел или украл, но заявил свои права первый, а настоящий автор не смог доказать свое авторство, то Нобель-Шнобель считается первым и вуаля, стрижет всю жизнь купоны, а также его многочисленное потомство, как наследники, все просто и понятно. Так, а что у нас с советским наследием по космосу? А? Тухлый совок, говорите? Галоши резиновые? Продолжаем по текстам. Все, как говорится, открыто. Вы что, ребята, мы от вас ничего не скрываем? Мы же не виноваты? Что вы, как дети малые, все за чистую монету таки принимаете, верите всему? Итак, первое. Запоминаем. По международному авторскому праву советский народ и его потомки являются прямыми наследниками всей материальной выгоды от освоения космоса Союзом Советских Социалистических Республик. Я уж не говорю о статусе главного человека мира, планеты Земля. Ни Европа, ни какой капиталист с Мотшильдами и Акфеллерами не дотянут у мишкам до создания первого спутника. Да там много чего первого у этого совка было. И первый компьютер, и скайп, и сверхзвуковой Ту-144, и Буран, космический корабль многоразового использования. Смотрите, кстати, мой фильм «По Бурану», один из первых моих фильмов, 2014 год выпуска. Так кто стесняется или открещивается от тухлого совка, в сторону отойдите, отказывайтесь от наследства, бесприданные, безродные. Совок – значит совок, каждому своё. Смотри, а то есть... И привет родителям. Как не вписались, как говорит рыжий, в рынок, но узнаете это не сейчас, а чуть позже. Эти ребята юлисты, глисты, никуда не спешат, они выжидают следующее поколение. Они охотятся, они его выслеживают, они его пасут. И они ждут, когда поколение старое, советское, уйдет на покой или на тот свет. Кстати, те, кто решил стать отколовшимся из республик от СССР, кто отказался от советского гражданства, также лишаются наследства, как недостойные наследники. Всем республикам привет, а также привет всем странам советского блока и варшавского блока, который образовался после победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Вы также недостойные наследники и лишаетесь всех благоприобретений от этого союза. Продолжаем по пунктам, как идёт. Итак, в 2002 году Роскосмос не имел прямой связи между Центром управления полётами и МКС. Все фото и видеоматериалы космонавты пересылали в НАСА, в Юстон, где информацию копили, обрабатывали, а позже передавали в Россию. Центр управления полётами, ЦУП, Государственная корпорация по космической деятельности Роскосмос, наиболее крупное научно-исследовательское подразделение Федерального государственного унитарного предприятия Центральный научно-исследовательский институт машиностроения. Расположен в Наукограде, Королёве, Московской области, на улице Пионерской. Да, на том же самом месте, где это всё и было создано, в СССР. Там и на тех же советских мощностях. Итак, что такое Роскосмос? Справка 12.04.2021. Роскосмос. Государственная корпорация по космической деятельности Роскосмос. Российская корпорация, управляющая космической отраслью страны, созданная в 2015 году путём преобразования Федерального космического агентства Роскосмос по инициативе заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Олеговича Рогозина. Обратите внимание, как пишется, как человека пишут. Не Рогозин Дмитрий Олегович, а Дмитрий Олегович Рогозин. То есть себя они записывают как человека. Роскосмос берёт начало в Министерстве общего машиностроения СССР и является его правоприемником, как и Федерального космического агентства Роскосмос, Российского космического агентства, Российского космического агентства при правительстве Российской Федерации, Российского авиационно-космического агентства. В его состав входят предприятия и научные организации, созданные еще в советскую эпоху. Прошу обратить на это внимание. Мы, кстати, не знаем, что создано постсоветскую эпоху. Наверное, может быть, что-то и создано. Не буду говорить, потому что не знаю. Читаю дальше. В мае 2015 года Госдума в первом чтении приняла внесенный президентом пакет законопроектов о создании государственной корпорации Роскосмос. Вице-премьер Дмитрий Рогозин, выступая перед депутатами, заявил, что главной задачей новой структуры космического назначения – обеспечить единство управления ракетно-космической отраслью. То есть после Советского Союза ее разбили на части, на всякие там агентства. Что такое агентство, мы узнаем в конце фильма. Точно так же посмотрим справку. Пока я продолжаю. Офис Роскосмоса располагается в Москве. Центр управления полетами находится в городе Королеве. Центр подготовки космонавтов располагается в подмосковном звездном городке. То есть это все было при Советском Союзе. Роскосмосом используются космодромы Байконур, Восточный и Плесецк. Роскосмос осуществляет функции по обеспечению реализации государственной политики и правовому регулированию, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере космической деятельности. Основными направлениями деятельности и корпорации являются пилотируемая космонавтика, исследование планет, изучение Солнца, астрофизика и создание искусственных спутников Земли. Потерпите еще немножко, но надо дочитать весь этот текст. С 1992 по 2015 годы Россия ежегодно являлась мировым лидером по количеству ежегодных успешных запусков ракет в общей сложности 19 лет. Лишь пять лет с 1996 по 1999 год и 2003 год, уступая США, удерживая примерно по 30-40% мирового рынка пусковых услуг. Руководитель назначается и увольняется президентом Российской Федерации, действующим с мая 2018 года главой корпорации является Дмитрий Рогозин. В этом тексте мы видим, что попытка вернуть контроль над информацией от МКС в Центр управления полетами город Королев получилась лишь в 2015 году, но по крайней мере на бумаге, так нам сказано. Насколько это удалось, по факту мне неизвестно. Возможно, удалось, что, в общем-то, радует. В тексте данной корпорации Роскосмос несколько раз фигурирует слово «услуги», «услуги», что наводит на предположение, что и эта переформатированная государственная корпорация является коммерческой. Надо проверить ее у ГРН. Проверим? Итак, на сайте Роспрофиль госкорпорация Роскосмос имеет все данные, подтверждающие справку из Википедии и данные о ГРН от 6 августа 2015 года. Многие уже знают, что означают цифры, но мы еще раз покажем, как расшифровывается о ГРН и что это такое. Это можно узнать на сайте «Сервис проверки контрагентов». Ссылку я дам в описании. Надеюсь, что эти ссылки не побьют. Но если эти ссылки побьют, то вы можете всегда в поисковой строке по названию, как я вам сказала, «Сервис проверки контрагентов» проверить о ГРН любого предприятия, любого юрлица. Справка. Как проверить регистрационный номер? Что такое регистрационный номер и зачем его знать? У любого предприятия есть основной государственный регистрационный номер ОГРН, который содержит основную информацию о юридическом лице или ЭП. По номеру можно проверить адрес компании, дату регистрации и т.д. Как разобрать регистрационный номер? И вот сейчас мы подступаем к главному. Цифры номера в листе записи из единого реестра уникальны для каждой компании и несут в себе довольно много информации. Например, по ним можно узнать форму собственности бизнеса и дату его регистрации. Государственный регистрационный номер записи – это последовательность цифр. ОГРН номер юрлица состоит из 13 знаков вида. Первый знак – это кому присвоен регистрационный номер. Юридическому лицу соответствует 1 и 5 в произвольном порядке. Государственной организации – 2, 4, 6, 7, 8, 9 в произвольном порядке. Индивидуальному предпринимателю – 3. Итак, первая цифра номера ОГРН любого агента компании начинается на 1 – это юридическое лицо, то есть коммерческое предприятие, а не государственное. Государственная компания номер ОГРН начинается на цифру 2. Вот это надо запомнить. И тогда вы всегда увидите, государственное это предприятие или у него только название. Находится слово «государственное». На самом деле это обычные коммерсанты, которые оказывают услуги. Что и требовалось доказать. Роскосмос, образованный в 2015 году под руководством Рогозина, не является государственной организацией, а является юрлицом и осуществляет услуги в своей области и извлекает выгоду, как и положено любому коммерсу. Слов «государственное» в названии компании не означает «государственное участие», а просто название. Могли назвать как угодно. Хотя, естественно, государственные вливания туда могут быть. Сделки, потому что государство может заказывать услуги у этой корпорации или у этого агентства. Те, кто до сих пор считают, что живут в государстве, ошибаются или находятся в заблуждении. СССР никуда не делся, его не надо восстанавливать, а лишь вернуть его советским гражданам. Дееспособность и понимание того, как их оттанцевали и продолжают это делать. Хорошо, в 2015 году, возможно, удалось перехватить управление, пусть пока на коммерческой основе, свои же коммерсы, а не НАСА. А мы вернемся в 2002 год и изучим ситуацию по факту. До 2015-го, получается, было агентство «Роскосмос», которое не имело напрямую управления со своими же космонавтами, а подчинялось НАСА. С 2018-го, генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», рассмотрим справку. С января 2008 года по декабрь 2011 года представитель Российской Федерации при организации Североатлантического договора НАТО в Брюсселе чрезвычайной и полномочной посол России, это Дмитрий Рогозин. Меня интересует фраза «представитель Российской Федерации при организации Североатлантического договора НАТО». То есть Рогозин, он изначально был представителем в НАТО, а потом он стал президентом Госкорпорации «Роскосмос». Далее, меня интересует организация Североатлантического союза НАТО и что там делает представитель РФ. Ну так, для общего развития, для кругозора, а чё, нельзя? Кстати, Рогозин 1963 года, ну тоже совок получается, это так к слову. Продолжаем про НАСУ и НАТО. Что это за дамы и что за представитель у них? Справка. Постоянный представитель Российской Федерации при НАТО. Официальное должностное лицо, представляющее Российскую Федерацию во всех органах организации Североатлантического договора НАТО. Чудес-то. Мы, совки, с детства знали, что НАТО враг Советского Союза, нашей Родины, а у РФ там есть, оказывается, постоянный представитель. Это как в отношении к советским гражданам друзья или враги. А к советскому наследию это как? Честные ребята, которые чужой ни-ни? История. Справка. Период с 1990 по 2003 год постоянным представителем по совместительству назначался чрезвычайный полномочный посол Бельгии. То есть он и посол, и совмещает должность представителя в НАТО. Первым постпредом СССР Внимание, слушайте, уже в СССР еще СССР вовсю есть, еще 90-й год. А при Горбачеве уже появляются первые представители в НАТО, который являлся врагом Советского Союза и был создан для того, чтобы развалить и разрушить Советский Союз. Вот где оно сращивается. Итак, значит, первым постпредом СССР, а затем Российской Федерации при НАТО был Николай Афанасьевский, занимавший эту должность с 1990 по 1994 год при президенте Горбачеве. Президент – это уже внешнее управление. Название слова президент – это внешнее управление. То есть с Горбачева начался колониальный статус СССР – захват власти, измена родине, сдача суверенитета. А эмблема-то, посмотрите, какая прелесть – монарший орел и георгиевская ленточка. То есть открытым текстом на языке символов – это продвижение монархии. НАТО – организация Североатлантического договора. Североатлантический альянс – военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, включая Турцию, США и Канаду, основан 4 апреля 1949 года в США с целью защиты Европы от советского влияния. Прямым текстом – НАТО – враг СССР. А СССР – это мы все сейчас наследники всего богатства СССР. Осталось выяснить, кто такая НАСА. НАСА в России. Вот ссылочку даю. Представительство НАСА в России. То есть здесь у нас представительство НАСА. А поскольку НАСА и НАТО – это все родные ребята, это все одни структуры, друг с другом связаны, то у нас и НАТО тут представительство. То есть они здесь у нас сидят, гнездятся с 90-х годов как минимум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. НАСА представлено в России несколькими отделениями, расположенными в Москве и области, включая офисы при посольстве США, в звездном городке, в центре управления полетами, а также при российском космическом агентстве Роскосмос. То есть все секретные дела, а космос – это секретное дело. Здесь у нас сидят НАСА и НАТО, представители НАТО, то есть никаких секретов от них быть не может. Ни о каком суверенитете речи не идет, они полностью контролируют космическую программу. Неизвестно, чьи фотографии представляет НАСА Хьюстон. Может быть, это наши авторские фотографии, которые сделаны на нашем оборудовании, нашими космонавтами, но нам это все выдают, что они выходят из Хьюстона. То есть они взяли авторское право на себя. НАСА и НАТО на территории СССР – это факт. Теперь еще выяснить нюанс, что означает слово «агентство». Это то, о чем я говорила в начале фильма. Потому что сотрудничество НАСА с российской стороной в основном ведется через Роскосмос. Организация была создана в 1992 году как Российское космическое агентство. Итак, что такое агентство? Посмотрим в словарях. Первое. Организация, выполняющая определенные поручения учреждений или частных лиц. Служащие такой организации называются агенты. Второе. Организация, занимающаяся сбором и обработкой информации и предоставляющая ее печати радиотелевидению. Агентство – это учреждение, оказывающее людям различные услуги. Вот они, услуги. Туристическое, транспортное, рекламное, агентство недвижимости, агентство по трудоустройству. Агентство – это местное отделение какого-либо государственного учреждения, организации или коммерческой компании. Районное агентство комитета по недвижимости, информационное агентство, информационное агентство ИТАР, модельное агентство, интимное агентство – это нелегальные организации, которые предоставляют услуги проституток. Агентства – это услуги коммерческого характера. Все на поверхности и в открытом доступе. А на сегодня, мне кажется, хватит ко дню космонавтики Советского Союза и советским гражданам, забывшим про свое наследство. Может, это торкнет введенных в заблуждение. На баскриптум цитата из советского фильма 1958 года выпуска «Дорогой мой человек». Кстати, «Человек, а не дорогое мое физлицо», говорящий товар на морском судне. Пошли. До свидания. До свидания. Вам не тесно тут жить? Что? Я не понимаю, отец. Я по-русски спрашиваю. Квартира не маловато? Жилплощади хватает? Ну, сейчас вы увидите небо в алмазах. Вы свободны. Дайте воды, папец. Сейчас, папочка. Что это? Осторожнее. А вы посмотрите на просвет. Что на просвет? Там же корона. Буква «Н» и римская «2». Ну? Ах, пап, какой ты недогадливый. Радуйся. Из этой плошки сам царь Николай кушал водку. А теперь нас Женечка купил по случаю. Времени у него много. На работу ходить не надо. Салют нации. Папка. Мы монархию беляков всю мировую сволочь били, чтобы ты... Папа! А вот ты из этих стаканов, чтобы дом у ребятишек отобрал. Отвечай, шкурник. Отвечай, потому что я... Ты честь мою. Коммуниста. Мужика. Имя мое. А что произошло? Ну, не угодили, извини. Если бы СССР умер, то мы, советские граждане, наследники всего достояния. А если СССР продолжает существовать, а пока никто не смог документально подтвердить, что СССР больше не существует? А ровно наоборот, то, что здесь делают всякие коммерческие фирмы и представители враждебных блоков? Где наше имущество? Кто им управляет? И по какому праву? Почему в счетах ЖКХ, в наших платежках, стоят транзитные счета? Мы оплачиваем услуги стран НАТО по собственному ограблению и якобы по собственной воле? Это что за сюрреализм? Где деньги, ЗИН? Пора возвращать награбленное с процентами и с возмещением морального ущерба каждому, в том числе не вписавшемуся в рынок и лично родным Сергея Бодрова и его группы. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на мои каналы, группы в соцсетях. Повышайте свою грамотность и станет понятна суть обмана и его масштабы.